В Казани собрались студенты, ученые, представители общественных объединений и организаций, чиновники, чтобы обсудить глобальные проблемы воспитания и вопросы работы с молодежью. Что у них из этого получилось, расскажем в нашем следующем сюжете. Несмотря на особые условия, связанные с вызовами к пандемии, Конгресс собрал участников из Канады, Италии, КНР, Индии, Турции, Европейского Союза и 31 региона российских... Мы в IT-парке. Сегодня здесь проходит международный конгресс молодежи в глобальной повестке, молодежная политика, мировой и региональный опыт. Экзотивы проводятся при поддержке Федерального агентства Росмолодежи, а также Министерства по делам молодежи Республики Тарстан. Прямо сейчас министр по делам молодежи Республики Тарстан Данил Фатахов выступает с приветственным словом и с докладом на пленарном заседании. В 2020 году впервые в Конституции России было зафиксировано положение о молодежной политике. Появился закон о молодежной политике в Российской Федерации. Несмотря на это, выпускник Казанского федерального университета, министр по делам молодежи Республики Тарстан Дамир Фатахов, высказал обеспокоенность, что не во всех регионах, как в Тарстане, есть возможность решения актуальных вопросов и проблем молодежи. Поэтому выступил с инициативой создания федерального стандарта области молодежной политики и рассказал о конкретных сроках реализации. Мы готовы взять на себя инициативу, стать некими, не только инициаторами, но, может быть, некой движущей силой работы этой рабочей группы. Я публично со стены сегодня готов об этом сказать. Мы в Татарстане в любом случае берем для себя дату 1 января 2022 года, когда мы его в любом случае разработаем. Вопрос останется он только на уровне Татарстана и какими силами он нам дастся, либо наши федеральные коллеги и коллеги из других субъектов присоединятся для того, чтобы мы сразу сделали его федеральным. Во время пленарного заседания генеральный директор автономно-некоммерческой организации развития человеческого капитала Максим Киселев говорил о том, что у поколения Y и Z главная ценность саморазвития. Сейчас конкуреспособная личность должна формировать так называемые мета-компетенции, soft skills и актуализировать набор 21 века из 4К. Креативность, коллаборация, работа в команде, коммуникация, критическое мышление. Также он отметил, что нужно принять тот факт, что 80% выпускников высших образовательных учреждений работают не по профессии. Эксперты говорили об изменениях под влиянием пандемии, выхода в онлайн и цифру. Так, директор Центра молодежных исследований Елена Амельченко сказала, что они наблюдают рост ментальных проблем, среди них депрессия, одиночество, у многих появился синдром психологической неустойчивости, повышенной усталости. По ее словам, через 10 лет фобия небезопасности жизни очень сильно повлияет на жизнедеятельность молодых людей. Во время пленарного заседания Елена Амельченко также рассказала о топ-3 сообществ Казани. Ими стали здоровый образ жизни, волонтерство и велолюбители. Актуальные ценности для казанской молодежи – гендерное равенство, демократия, отказ от физической силы, интернациональность. Это и планировал услышать член молодежного парламента Республики Тарстан студент Казанского федерального университета Максим Бутылин. Я в первую очередь ждал того, чтобы здесь были представлены результаты научных исследований, связанные с процессами пандемии в прошлом году и тому, как трансформируются ценности молодежи. Я это увидел, в частности, представитель высшей школы экономики представил результаты исследования шести городов Российской Федерации, куда вошла в Казань. Илья Андреев, Ленар Довлесяров, Универ Ньюс.